Продолжим рассуждение о цепной тропе. Если у нас есть А нулевое плюс единица, делённая на А первое, плюс единица, делённая на А второе, и так далее, и так далее, и так далее, вот это выражение называется цепная тропа. Понятно? Вспомнили? Да. Записывается коротко следующим образом. Записывается это следующим образом. А нулевое, точка с запятой, А первое, А второе, А третье, А четвёртое. Ну, если до бесконечности, то до бесконечности. В прошлый раз мы с вами сумели ввести понятие континуанта Эйлера. Континуанта Эйлера – это вот что такое. Если там ничего нет, то это единица. Континуанта Эйлера – это числа, это само число. Континуанта от двух чисел, заметьте, здесь не точка с запятой, а запятая, это А, В плюс один. Континуанта от трёх чисел получается так. Надо написать их произведение, а потом вычёркивать пары соседних букв. То есть, когда вычёркиваешь В и С, получаешь А. Когда вычёркиваешь А и В, получаешь С. Вот такая континуанта от трёх. Давайте я теперь напишу от четырёх. А, В, С, Д. Это что такое? Это произведение всех. Вычёркиваешь А, В, получаешь С, Д. Вычёркиваешь В, С, получаешь А, Д. Вычёркиваешь С, Д, получаешь А, В. Вычёркиваешь А, В и С, Д, получаешь единицу. Считаем, что когда нет множителей, то произведение автоматически считается единицей. Произведение из множителей – это единица. Ну, и давайте я последнее напишу, и после этого буду считать, что все все понимают. Значит, если есть пять букв через запятую написанных, то здесь важно понять А, Б, С, Д, Е, это важно, да? Это что такое? Произведение всех А, Б, С, Д, Е. Дальше, зачеркиваешь А, Б, получаешь С, Д, Е. Зачеркиваешь Б, С, получаешь А, Д, Е. Зачеркиваешь С, Д, получаешь А, Б, Е. И, наконец, зачеркиваешь Д, Е, получаешь А, Б, С. Но это еще не все. Еще можно зачеркнуть две пары. Например, А, Б, и Д, Е. Если вы зачеркиваете, получается С. Если вы зачеркиваете А, Б, и С, Д, получается Е. Ну и, наконец, если вы зачеркиваете Б, С, и Д, Е, то получается А. Вот так устроены континуанты от пяти букв. Разумеется. Можно в таком духе продолжать и дальше. И в прошлый раз мы с вами поняли, какой для этих самых континуантов есть простой закон. Вот давайте я их покажу на примере шести букв. А, Б, С, Д, Е, Ф. Буква А либо присутствует, либо отсутствует. Правильно? Если буква А присутствует, то это означает, что вот эти две буквы мы не вычеркиваем. Да? А значит, фактически мы имеем дело с пятью буквами, а их надо перемножить, а потом вычеркивать по парам и так далее. Это называется континуанта от Б, С, Д, Е, Ф. Согласны? Нет. Это один вариант. Когда буква А присутствует. Второй вариант. Представьте себе, что букву А мы что? Вычеркнули. Это не вычеркнули букву А вместе с буквами. Потому что сколько букв осталось? Четыре. Четыре. И это так для любых. То есть, давайте проверим. Вот здесь формула написана для континуанта четырех букв. Замечательно. Вот я утверждаю, что континуанта от четырех букв это на самом деле А умножить на Б, С, Д, плюс С, Д. Проверяйте, пожалуйста. Ведь что такое континуанта от С, Д? Это произведение С, Д, плюс один. Так? Есть здесь такие слагаемые в этой строчке? Вообще-то есть. С, Д есть и один есть. Итак, букву А вынести получается Б, С, Д, плюс Д, плюс Б. Что такое Б, С, Д, плюс Д, плюс С, Д? Это континуанта от Б, С, Д. Согласны? Ты знаешь все правильно? Согласны, да? Согласны. Отлично. Так вот. Что еще важное произошло в прошлый раз? Мы с вами поняли самую главную формулу. Как значение цепной дроби выражается через континуанту. Я давайте напишу, например, для четырех. Ох, эй, я нашел хороший взломастер. А0, А1, А2, А3. Вот проблема сегодня решена. Оказывается, что это есть континуанта всех четырех чисел, деленная на континуанту трех штук. Так, живем. Увидели? Увидели? Замечательно. И так везде. Вот поднимите ручку, кто не побоится сейчас выйти и рассказать. Ага. Абсутствие вообще чего бы то ни было. Не страшно. На самом деле, что не страшно? Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Я просто сейчас попрошу кого-нибудь, кто достаточно смелый, просто поспоконник взять, выйти и эту формулу написать для маленьких чисел. Не для четырех даже, а хотя бы в самом начале, для нуля. Потом напишем для единицы. Потом напишем для двойки, для тройки. И проверим, так это или нет. Кто-нибудь бойца. Что такое цепная дробь, а нулевое. И понять, почему верна вон так формула. Это нужно забыть все, начиная со первого. То есть надо вот это просто уничтожить. Я не буду стирать, потому что потом долго писать. Но мысленно надо просто все вот это вот стереть. Что останется? А нулевое. Пишем? А нулевое. Замечательно. А теперь вопрос. Как это записать в виде несократимой дроби? Если мы знаем, что а нулевое это целое число. Отлично. Вот что на что надо разделить, чтобы получилось а нулевое? А нулевое, да? На один. Будет единица. Надо, чтобы получилось а нулевое. На один. На один. Пишите, равно. А нулевое делить на один. Отлично. Теперь идем к центру доски. И смотрим, там написано континуанты. Какую формулу мы должны проверить, и верна ли она в этом случае или нет. Тут выяснилось, что постановилось в предыдущих занятиях ничего не помимо. И поэтому... И тем более. И поэтому надо просто все повторять. Итак, в терминах континуанта. Континуанта, смотрите, мы хотим доказать верхнюю теорему, верхнюю левую. Такое вот утверждение. Только не для трех, а для нуля. То есть вот этого ничего нет. Подумайте, во что превратится верхняя континуанта, а во что превратится нижняя. Если А1, А2 и А3 вычеркнуть. Нет, там должно быть континуанта делить на континуанту. Вычеркнуть А1, А2, А3. Что останется? Никакого нуля не останется. 1? Нет, там не будет ничего. Понимаете, специально я здесь написал, что иногда ничего не остается. Именно для этого случая. Просто квадратные скобки. Да, и что же это будет? А нулевое, 1, 1. Так? Так верна эта формула? Да. Континуанта от одной буквы, это сама эта буква. Континуанта от пустого выражения, это 1. Значит, это верно. Отлично. Пишем теперь для 1. Как выглядели на этой группе? Что вы должны сейчас мысленно сделать? Вы должны стереть вот все вот это. Давайте. И еще и еще раз повторяю. Любую математическую тему надо учить до тех пор, пока не будет. Вот если вы учите по принципу «пока не выучу», то рано или поздно вы всех увидите. Понятно, да? Так, ничего. Во-первых, написать правду. А нулевое плюс вниз, делить на первое. Во-вторых, я для этого здесь специально немножко оставил место, надо привести к общему ненаменателю. А нулевое как записать в виде... Не-не-не, пока еще никакого... Как записать А нулевое в виде дроби со знаменателем А1? А нулевое это? Нет, конечно. Вообще, вы знаете основное свойство дроби или нет? Скажем, 2 шестых это сокращается. Сокращается. И как это формулируется? Основное свойство дроби. Самое-самое главное, что нужно дать дроби. Если вы одновременно числитель и знаменатель какой-то дроби или умножите, или разделите на ненулевое число, то дробь от этого свое значение не изменит. Так? Так как записать А нулевое в виде дроби со знаменателем А1? Как записать А нулевое в виде дроби со знаменателем А1, вы уже знаете. А как в виде дроби со знаменателем А1? А нулевое удовольствие на А1? Да, и разделить на А1. Пишем. Пожалуйста, пишем в титуале. Потому что, извините, если вы сказали, что не можете, значит, это надо сделать в 2-й раз, в 3-й раз, до тех пор, пока не сделаете. Молодец, молодец. Плюс и генет разделить на А1. Это по-другому не скажешь. Как складывают дроби с общим знаменателем? Знаменателем остаются тот же числитель и складываем. Отлично, пишем равно. Отлично. Замечательно. А теперь вопрос. Как записать вот это? Есть А2 и А3 выкинуть? Во что превратится числитель и во что превратится знаменатель? И верно равенство или нет? А нулевое, запятая, А1, да. А в знаменателе А1? Отлично. Пишите, равно. Давайте прямо здесь, продолжите. Здесь я думаю, близко. А нулевое, да, 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 запятая, А1, да. Дели на квадратных скобках А1. Контитуанты от одного числа. Так, сейчас все понимают? Да. Отлично. Вопрос, это верно или нет? Да. Вот у вас прямо рядышком написано определение контитуанта от букв. Их надо перемножить и прибавить единицу. Да. Здесь написано перемножить и прибавить единицу. Контитуанты от одной буквы написано вот здесь. Это само. Победа? Победа. Отлично. Считается, что вы так вот написали. Спасибо. Так что пойдет теперь. Стремя будем бороться. Давайте. Плюс А1 плюс А1 плюс А2. Еще постарайтесь писать какую-нибудь дельнюю дальше. Ладно? Это уже не стирайте, но потому что надо вообще ничего не видеть. Надо получать пластиковую изменацию. Нет, надо для начала внизу, а сколько-то еще плюс, ни в коем случае нельзя писать. Извините, конечно, нет. Все, придется стирать. Плюс идет жестко, ну, крупнее, жестко идет ровно посередине. Понимаете, да? Плюс, да. И дальше дробная черта идет ровно на уровне середины. Ну, это понятно. Есть понятие центральной формулы, да? Пользуемся основным свойством дроби. Вот. Отлично. Равно. Переход на новую строчку. Крупно, пожалуйста, напишите. Да? А, так. Ну, еще этот. А, да, да. С общим знаменателем А1 умножить на А2 плюс 1. Первый. Начинается с дробной черты. Здесь большую, длинную. Да, еще дальше. Ну, да. А. Вы должны А нулевое умножить на А1. А на знаменатель. Так, сейчас все понимают? Записать целое число с какими-то знаменателем, это значит, фактически умножить его на этот знаменатель, написать дробную черту и написать этот знаменатель. Так, дальше. Плюс нормального размера. Правда, сейчас я не могу. Плюс А нулевое. Да. Плюс. И плюс А2. Да. Да. Ура. Теперь надо понять, это записывается через континуант или нет. пишу равно, но, соответственно, если это нужно быть равно... Констант от трех букв на доске прямо перед вами. Это будет А, жуевое, запятая, А, первая, запятая, ну, то есть, и делить все это на континуанту двух букв, это А, первая, и А, вторая. Отлично. И континуанта этих трех чисел будет равна АВС плюс А плюс С. Да. Все получилось? Да, все работает. Замечательно. Спасибо вам большое. Давайте так. Я думаю, что как бы основную идею вы здесь уже поняли. Правда? Вот. Основную идею вы здесь уже поняли. И давайте, соответственно, я сейчас все-таки для четырех напишу. Но напишу это, ну, собственно, так же, как мы что-то сделали, уже считая, что задачу для трех мы решили. Понятно? Да. Сейчас идет просто напоминание предыдущего занятия. Как я буду писать для четырех? Да, еще раз. Вы последний раз взгляните. В цифральных у вас, собственно говоря, все это уже записано. Считается, что определение патентуанта я могу стирать. Все это делал? Могу стирать? Патентуанта, что так у всех умеют. Так вот. Давайте для четырех. я это сейчас делаю два раза. Один раз я это сделаю, как мы делали в прошлый раз. Другой раз я это делаю по-новому. Потому что можно идти сверху, а можно идти снизу. На самом деле и то, и то правильно. Давайте посмотрим. Итак, как идут, если сверху? Вот у нас есть дробь а нулевое, а первое, а второе, а третье. Правда, что мы это еще не делали? Нет. Вот здесь вот надо будет до а второго. Все видят? Шер до а третьего. Поехали. Значит, что это такое? Это а нулевое плюс единица, деленная на а один, плюс один делить на а два, плюс один делить на а три. Это правда? Да. Это правда. Но внимание, что вот это такое? Это и есть цепная дробь с элементами а один, а два, а три. Вот очень важно, что здесь точка заготовит. Просто по определению. Так или нет? Да. Вот здесь вверху написано общее определение цепной дроби, а это вот. Да. Но считается, что вы уже помните, что было здесь. Что здесь было? Вверху континуанта всех трех, а внизу континуанта двух букв. Посмотрите. Так? Отлично. Значит, я могу приспокойненько в этом месте ничего не считать, а записать по предыдущему подчислению. А нуевое. Единица, деленная на вверху континуанта, то есть через запятую, а один, а два, а три. А внизу здесь континуанта а два и а три. Так. Этот понятно? Господа, успеваем или нет? Теперь внимание, здесь что происходит? Здесь единицу делите на дроби. Ну, в школе было правило, как единицу делить на дроби. Какое было правило? Если у вас произвольная дробь, x разделить на y. Что у вас будет, когда единицу делишь на y? Будет y делить на x. Знаете ли это такое, правильно? Да. Вы? А? Вроде да. Нет, вроде да не бывает. Да. Вы? Да. Точно? Нет, ребята, сейчас вроде да не бывает. Просто есть принципиальные вещи. Вот если вы это правило не знаете, то это так, ну, добрая половина в математике школьной у вас выкидывается. Понятно? Да. Запомнил. Вот если не знаете, это сейчас не вопрос морали, это чисто технический вопрос. Понятно? Да? Так? Так? Привычайно. Значит, здесь что я делаю? Вот продолжаем. Как это вложить в районе? Это аной пояс в числителе континанта двух чисел, а2 и а3. А в знаменателе а1, а2, а3. Договорились? Вы это записали, кстати? На самом деле недолго осталось, а именно надо сейчас привести к общему знаменателю. Вот здесь. Что будет, когда мы приведем к общему знаменателю? В этом знаменателе останется вот этот, правильно? А1, а2, а3. А что будет в числителе? А нулевое умножить на вот этот знаменатель. А1, а2, а3. И плюс что? Плюс знаменатель. Числитель. Ну вот это. Почему? Потому что никакой бы здесь ни была знаменатель, а нулевое запишут в виде. А нулевое умножить на этот знаменатель и делить на этот знаменатель. Победа? Да. Победа. Отлично. Отлично. Пока что у нас жизнь просто прекрасна. А вот тебе надо вспоминать, что мы знаем про такие континуанты. Ну, знаменатель понятия не скажешь, но надо просто переписать. Отчислитель можно сказать понятнее? Вспоминайте. Есть и есть континуанты. А? Записывали. Записывали. И сегодня я тоже напоминал. Вспоминайте. Кстати, ребята, вот заметьте, пожалуйста, вот это некоторая беда всех курсов, которые проходят раз в неделю. Знаете, школьные учителя по этому поводу совершенно жутко всегда забежаются, когда часов на какой-то предмет мало. Вот представьте какой-то предмет, который один урок в неделю. Что происходит в большинстве случаев? Ты забываешь ученик. Ученик. Та же самая хорошая. Успевает забыть большую часть урока, и в результате учителя, если он хочет по-человечески работать, что вынужден делать? Повторять. Долго-много напоминать. Правильно? С одной стороны этого нехорошо, лучше запомнить. А с другой стороны это страшные потери во времени. И поэтому что человечество придумало? ХУСС. Скажем, летняя школа, которая продолжает затосить недолго, скажем, недели, три недели, редко три недели. Но зато занятия каждый день не более-менее по одной типу. Когда у нас есть, например, для четырех, вот оно здесь написано, то есть числитель и есть знаменатель. Согласны? Это обозначается так. П третья делить на Q третья. Называется третья подходящая группа. П третья делить на Q третья. Что мы сейчас с вами поняли? Вот если в общем виде все это прокрутить, то П-н-ное это континуанта Эйлера от чисел А0 и так далее А-н-ное. А Q-н-ное это континуанта от чисел, начиная с А1 и кончая А-н-ное. Так? Давайте я сейчас быстро повторю общее доказательство. Потому что одно дело для частных примеров, другое дело понять, как это выглядит в общем случае. Общее доказательство звучит следующим образом. Пусть мы уже знаем вот эту теорему А0 в точке с запятой А1 и так далее А-н-1. Пусть мы уже знаем, что вот это равенство верно для некоторого числа n. То есть это континуанта от чисел А0 А-н-1 деленное на континуанту от чисел А1 и так далее А-н-1. Пусть мы это знаем. Для маленьких n это уже проверили. Так? Так. То есть с базой все хорошо. На самом деле достаточно было проверить даже не для n равного единицы. Ну то есть А0 в качестве базы сгодилось бы. Но мы даже больше проверили. И вот сейчас хотим доказать это в общем случае. Так? Как это доказывается в общем случае? Да очень просто. Пишут такую штуку. А нулевое плюс, плюс что? Единица деленная на вот эту трое. Правильно? Да. И здесь до скольки? Да. До А-н-1. Все понятно объясняю? Да. Замечательно. Так что это такое? Вот эта вот штука. Это вот эта. Только от других букв. Смотрите. Здесь начинается с А1. Поэтому я так и пишу. Единица деленная на континуанта от чисел А1, А2, А-н-е, деленная на континуанту от чисел А2 и так далее А-н-е. Так? По предположению индукции для вот такой цепной тройки мы это знаем. У нее ровно на один этаж меньше, чем у всей большой. Переворачиваем. Так, все понятно? Слушай, а можно я прямо на месте переверну? Как? Ну. Потому что единицу делить на дробь это потому что у меня не станет чистый знаменатель. И у нас в результате вместо этой единицы будет вот это. Пишу. А2 и так далее. А это не знаю. И вот это стираем. Того перерыва. Отлично. Осталось мелочь. Сложить. Знаменатель при этом не изменится. А числитель будет такой. А нулевое умножить на знаменатель плюс континуанта, начиная со второго и кончая А-н. Осталось заметить, что, как уже много раз говорили, эта штука это и есть континуанта от чисел А нулевое и так далее А-н. Так? Да. Вот. Давайте я здесь запишу. А нулевое и так далее А-н делить на континуанту от А первое и так далее А-н. В общем считается, что все поняли. Все. Все. Повторение закончено. Мы забыли скобку запреть. Где? Покажите. Повышно. А-а-а. Ну конечно же. Спасибо. Это меняет. Нет. Это не меняет, но такие вещи надо делать. Конечно. Исправлять ошибки? Спасибо. Не то, что можно без ошибок, но вот исправлять ошибки, полезно.